Здравствуйте, друзья! Это Кузнецов Дмитрий, компания ЛЯМ. Я вам предлагаю послушать ролик. Пытаются поднадавить, поднаехать. Якобы законные методы эксплуатируют. Но раз законные методы, представьтесь, пожалуйста, не обязаны. Укажите мне закон, статью, что я обязан представляться. Ну, блин, остается только смеяться, либо удивляться их непроходимой тупости, непробивной, вот этой броненосной бестолковости и веру в свою правоту. Ну, давайте послушаем вместе. Здравствуйте. Здравствуйте. С вами с компанией Байфинансов. Валерия Павловна, разговор, может, вы не записываете... Как фамилия? Не расслышал. Поотчетливее. Кузнецова Дмитрия Евгеньевича. Фамилия ваша как? Поотчетливее, пожалуйста. А я вам ее озвучиваю. Я не расслышал. Пожалуйста, отчетливее. Вы стесняетесь? Отрудно. Или вы чего-то опасаетесь? Дмитрий Евгеньевич. Скажите, пожалуйста, свою фамилию. Мне кажется, опасаетесь вы, раз вы игнорируете элементарный вопрос. Я не пытаюсь игнорировать. Я готов с вами разговаривать. Но я хочу услышать, как вас зовут. Ваша фамилия, имя отчества меня интересует. Это ваша трудность, потому что у меня нельзя писать с рекламы. Трудности у вас возникают. При каждой попытке со мной поговорить. Вы почему-то по странным стесням обстоятельствам, вы не хотите повторить подробно. И пытайся задавать мне вопросы в свою очередь. А где написано, что я обязана вам повторять что-то? Дело в том, что вы позвонили мне. Я пытаюсь объяснять 100 миллионов раз вашей публике, вашему курятнику, кто чё, кому обязан. Вы мне позвонили. Почему я должна вам повторять свою фамилию? Да потому что вы звоните на частный телефон. И вы обязаны ответить на те вопросы, которые вам задает абонент. Это ваша проблема. Когда вы мне позвоните, вы не клиент, увы. Вы не клиент. Я абонент сказал слово. Абонент. Слово было позвучено. Тем более, раз вы абонент, раз вы абонент, вы просто отвечаете на вопросы. Кому, кому хотя бы? Для нашей компании. Звания должных. Кому? Звания, должных, отрады. Это всё было вам озвучено, уважаемые. Вы, если не запоминаете, вы введите запись разговора. Вы, пожалуйста, говорите отчётливее. Почему вы боитесь? Почему вы боитесь назвать свою фамилию? Она у вас вымышленная? Или вы собираетесь какие-то угрозы озвучивать? Я ещё раз вам повторяю. Почему не назвать фамилию? Назовите мне статью, где написано, что я обязана вам что-либо повторять. Я слушаю. Вторая статья Конституции Российской Федерации. Вторая. Если достоинство гражданина является высшей ценностью государства. Личное пространство является высшей ценностью государства. Где взаимосвязь? Взаимосвязь, что вы покушаетесь на моё личное пространство. Кто покушаетесь? Вы покушаетесь. Вы позвонили и требуете каких-то отчётов от меня. Хотя должен делать это я. Я в первую очередь должен понять, кто нарушает закон. Дмитрий Евгений. Или намерен это сделать. В вашем возрасте понять можно с одного раза. Если вы не понимаете, это ваши проблемы. До свидания. Друзья, очень круто, да? Если вы не понимаете, это ваши проблемы. В вашем возрасте это понять можно. Ёлки-палки. Сколько тебе должно быть лет, чтобы ты начала наконец-то понимать, что ты несёшь ахинею? Бред сумасшедший. Просто в дурдоме день открытых дверей. Любому ребёнку понятно. Если он звонит, то он, в принципе, каким-то образом должен просить. Это всё равно, что постучится в дверь, и я спрошу, кто там, и мне скажут, ни хрена не буду говорить, открывай, я буду заходить. Это что? Это надо вот объяснять. Это нужно действительно понимать, как-то отдельной какой-то наукой преподносить. Я знаю, они приходят на свою работу, им сразу там вдалбливают. Должник никто, звать его никак, а вы тут все перцы крутые, вы работаете в крутой организации под названием МБА Финанс. Вас приняли, наверное, изначально сразу начинают втирать, что вот эти вот МБА Финанс, кто там ещё, Кредит Экспресс Финанс, это там крутые очень конторы, они бла-бла-бла, там они могут всё подряд у всех взыскать, и нет такого человека, у которого бы они не взыскали. Дурят вас, господа звонилки. Вы просто расходный материал, это я сейчас коллекторам, которые на телефонах сидят. Вас просто, ну, скажем так, пользуются в вашем скудауме, ваши работодатели. Они молодцы. Вот эти вот работодатели ваши, они нормальные чуваки, они как-то так отсеивают вот это всё из нормального человеческого общества, отсеивают вот этот отброс, вот это вот действительно дерьмо, не постесняюсь этого слова. Ну, хорошо, это ваш выбор, как я всегда говорю. Друзья, для нормальных людей, я всегда повторяю, включайте голову, соображать начинайте, подписывайтесь на наш канал, чтобы успокоиться. Сейчас к новым подписчикам, у нас подписчиков всё больше и больше. Подписывайтесь, слушайте наш канал, не забывайте, потому что постоянно, каждый день мы стараемся добавлять что-то новое на нашем канале. Комментируем. Те, кому нужна юридическая защита, кому нужна грамотная помощь юристов компании АЛИАМ, кто хочет наконец-то разобраться в документальном формате со всеми своими трудностями, с долгами, но у него нет на это времени, желания, возможности, опыта. Доверьте это профессионалам. Посмотрите, что мы для вас сделаем. Где посмотреть? На нашем сайте. Ссылка на сайт в описании этого любого другого ролика есть. А также сейчас в правом верхнем углу этого ролика выйдет кликабельная подсказка. Вот она. Зайдите на наш сайт, найдите видео, как устроена работа кредитных юристов. Она там рядом, всё это пропустить невозможно. Посмотрите, пожалуйста, вы поймёте, что мы для вас сделаем, сколько это стоит, сколько времени займёт, к чему мы вас приведём, к комфортному платежу, как мы создадим условия, когда банку выгодно отказаться от претензий. Это может кажется кому-то невероятным, но это именно создание комфортного платежа как раз-таки является той самой ситуацией, когда банку выгодно отказаться от претензий, банку невыгодно получать копейки. Также банку невыгодно, банк категорически не хочет, чтобы клиент понимал, что на самом деле происходит. А если вы хотите ещё больше услышать полезных, конкретных, точечных ответов, то это вам нужно посмотреть наш плейлист на этом канале, где Кузнецов Дмитрий, руководитель компании Алям, отвечает на вопросы подписчиков, клиентов, слушателей канала. Ссылочка на плейлист в правом верхнем углу сейчас выходит. Вот она. Посмотрите, пожалуйста, обращение заодно, поближе познакомитесь с Дмитрием, поймёте, что он такой же, как и вы, человек. Ничего особенного в нём нет, и никакого высокомерия, никакого такого, скажем так, взгляда с высока. И нормальный я человек, и всегда стараюсь таким быть, потому что я такой же, как и вы, я всё это прошёл, через себя протянул, прежде чем начать предлагать людям. Поэтому те из вас, кто хочет встать под юридическую защиту, проходите на наш сайт и обязательно посмотрите видео на сайте. Ссылочка на видео вот в правом верхнем углу сейчас выходит. Посмотрите, вот она. После того, как посмотрите видео, а это сделать нужно обязательно, оставляйте заявочку в форме на сайте и ждите звонка нашего специалиста. Звонить мы будем с телефона, цифры указаны в правом верхнем углу. сайта. Посмотрите, забейте себе в контакт и не пропустите звонка нашего специалиста. Позвоним в рабочее время по московскому часовому поясу и ответим на оставшиеся вопросы. Вы всё спросите, то, что может быть вам было непонятно. И, конечно же, мы ответим на эти вопросы. Ещё раз повторю, подписывайтесь на наш канал, вступайте в группу в ВКонтакте, ссылочка на группу в описании этого ролика есть. Все ролики дублируются в ВКонтакте, там много дополнительной информации, тоже в ВКонтакте есть. Ну и, конечно же, ставьте лайки и репост в соцсетях. Отдельная просьба, чтобы как можно больше количества людей узнали всю правду. Ну а с вами был Кузнецов Дмитрий, центр юридической защиты, компания Аля. Всего вам доброго, друзья. До свидания.